Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем путешествие по книге Тейлим. 83-й псалом у нас сегодня. Это псалом очень важный. Это псалом военный. Написано, что ничто так не защищает человека во время военных действий, как псалом 83. Вообще, мудрецы писали, что надо написать этот псалом на пергаменте или на камеи и носить с собой во время войны, и это спасает очень сильно. Вообще, когда читают, когда войны, противостояния какие-то, читается этот псалом. Это великий псалом. Он рассказывает о последних днях, которые будут в мире. Согласно пророчествам, перед приходом Машеха и уже конечным избавлением, сначала будет война между христианскими странами и мусульманскими, потом они объединяются все вместе для того, чтобы уничтожить Израиль. И когда другой надежды уже не останется, казалось бы, кто может спасти, когда все страны мира объединились и подступают к Иерусалиму. Написано, Бог вступает в этот бой и обрушивается, как огонь, сжигающий лес на врага. И эта битва уже последняя, воцарит Всевышнего, его помазанника написано на земле. И все народы, написано, уже примут царство Бога, как верховную власть. То есть этот псалом описывает не только войну, но и положительный исход из этого. Что еще пишут про этот псалом? Пишут, что он от врагов и недоброжелателей, которые хотят вам навредить, чтобы все их планы врагов спутались, нервизовались. Вот читают этот псалом. И Натан из Бреслова все время советовал этот псалом именно с такой каваной, с таким направлением отчитать. Есть уникальный второй пасук. Здесь образовывается очень великое имя, которое помогает для легких и благополучных родов и для того, чтобы забеременеть. И мудрецы советуют читать псалом именно кому это нужно, с каваной на вот второй пасук, именно с такими вот мыслями. Также это помогает от недоброжелателей, как бы нейтрализуя вообще весь негатив. Надо еще помнить, тут совсем глубокие тайны, мы в них уходить не будем, что число 83 это количество болезней по Талмуду, которыми страдают люди вообще. Поэтому чтение этого псалма еще и помогает, ну как сказать, профилактике, если можно сказать. Прохава от слоха, все.